Гарвард. Начало 60-х. Студенчество Америки бурлит. Местная публика как губка впитывает идеи товарища Че, рассуждает о правах цветного населения, мечтает о мире во всем мире. Затянувшись косячком, студенты горячо спорят о загадочном убийстве президента Кеннеди. Словом, формируется прекрасная питательная среда для роста будущих бунтарей, тайных агентов и террористов левого толка. Отсюда из Гарвардской юридической школы начал свою никому пока не интересную карьеру американец арабского происхождения Ральф Найдер. А в 1964-м, когда ему стукнуло 34 года, начинающий рист перебрался в Вашингтон, чтобы спустя пять лет похоронить одну из самых оригинальных моделей, когда-либо созданных в General Motors, Chevrolet Carwear. Появившийся в 1959-м автомобиль был ответом на западную германскую модель Volkswagen Juke, которая к тому времени пользовалась бешеной популярностью, особенно в студенческих кругах. Многие знакомых Найдера, имевшие Juke сразу же пересели на Carwear. Эта машина была более понятна американцем. Просторная, шестицилиндровая, с интересным дизайном. Вместе с тем, совсем не похожие на келястые и обхромированные тяжеловесы, с которыми возникали вечные парковочные проблемы в тесных университетских городках. Как и Volkswagen Juke, Carwear имел оппозитный двигатель сзади, с алюминиевым, заметьте, а не чугунным блоком. Подвеска колес независимая, очень прогрессивна по тем временам. Передняя пружинная подвеска на поперечных рычагах покоилась на внушительной балке. Такая же несла и заднюю подвеску на косых рычагах. Carwear славился легким управлением, как гласила реклама для девчонок, которые думают, что они ненавидят городскую езду. Чарльз Чейн, вице-президент General Motors по разработкам, с самого начала решительно выступал против запуска сырого Carwear в производство. Машина была слишком нетипична для модельного ряда корпораций и из-за недостатка опыта проектировщиков выкидывала фортель уже на испытаниях. Однако тогдашнее руководство империи General Motors особой щепетильностью не отличалось. Carwear отвечал главному принципу – прибыль при минимальных издержках. И это было куда важнее всех остальных доводов. Джон де Лорион, руководитель отделения Пантиак, позже вспоминал. Наверх поднимались администраторы, которые, будучи по отдельности порядочными и разумными людьми, сообща, легко принимали безответственные, сомнительные решения. И они утвердили Carwear к производству, хотя модель обладала выраженной избыточной поворачиваемостью. Ее-то наивные студентки и принимали за легкость управления. На престижном 14 этаже штаб-квартиры General Motors понятия не имели, скольких трудов стоило инженерам Porsche научить ездить свой популярный спортивный автомобиль. Заднемоторная компоновка изначально таит в себе неприятности. В поворотах двигатель работает словно маятник, норовящий развернуть машину вокруг задних колес. Накореняясь на слишком мягкой независимой подвеске, кузов поджимает под себя колеса, и машина переворачивается. Так опрокинулся на опытном образце Carwear инженер-конструктор Chevrolet Фрэнк Уинчелл, испытывая машину на полигоне в Милтфорде, Мичиган. Право опробовать новинку, вставшую на поток, имели члены семьи руководителей корпорации. По злой иронии, первые жертвы модель убийца собрала именно здесь. Сын генерального управляющего отделения Cadillac, сын исполнительного вице-президента General Motors и племянница управляющего Chevrolet. Очевидным стал вопрос об усилении безопасности Carwear. Задняя подвеска, к примеру, требовала стабилизатора поперечной устойчивости. Себестоимость этой детали была каких-то 15 долларов. Тем не менее, 14-й этаж отклонил нововведение, и только после угрозы управляющего отделением Chevrolet Knudson вынести Соро из избы пересмотрел решение. Стабилизатор появился на моделях 1964 года. Но было уже слишком поздно. Уже приехал в Вашингтон Ральф Найдер. Про автомобиль он знал только то, что у Жука и Carwear багажник спереди. Найдер стал консультантом сенатора-демократа Абрахама Рибикова, который, как губернатор штата Коннектикут, призывал к ужесточению штрафов за превышение скорости. Найдеру не платили, но он получил доступ к статистике дорожных происшествий. Другой сенатор из этой же партии, Роберт Кеннеди, привел Найдера на парламентские слушания по безопасности автомобилей. Ругали там не только Carwear, но и модели других компаний. Однако, Найдер сделал собственный вывод – слабое место General Motors – безопасность. Не будучи специалистом по автомобилям, он свел добытую информацию в книгу «Не безопасен на любой скорости». Главной мишенью служил Carwear. Книга вышла в 1965-м. В тот год было продано 237 тысяч автомобилей этой марки. Специальная реклама книги не понадобилась. Ее сделал Carwear. Владельцы этих машин завалили корпорацию исками на 40 миллионов долларов. В ответ General Motors решила прижать Найдера и наняла детективов, чтобы уличить его нечистоплотности. Требовалось доказать. Первое – Найдер не разбирается в автомобилях. Второе – он гомосексуалист. И третье – он антисемит. Не исключался и любой другой способ компрометации. Первого никто не оспаривал. Найдер лишь добросовестно свел материалы государственных комиссий в книгу. Со вторым у детективов тоже ничего не вышло. И уж тем более с третьим. Достаточно было вспомнить фамилию сенатора, которому автор нашумевшей книги помогал в начале своей вашингтонской карьеры. Найдер нанес ответный удар. В результате корпорация выплатила ему в качестве компенсации морального ущерба 425 тысяч долларов. Carwear, уже исправленный, перестал продаваться. В 1966 году разошлось 103 тысячи машин. В 1967 только 27 тысяч. В 1969 модель сняли с производства. И неудачи продолжали преследовать General Motors. В 1971 году она вынуждена была отозвать 6 миллионов 700 тысяч Chevrolet выпуска 1965-69 годов для ремонта дефектного крепления двигателей. Так ли фатален был злополучный Carwear? Чем-то же аргументировали свою позицию сторонники этой модели. Например, Эдвард Коул, талантливый инженер и организатор, один из отцов знаменитой V-образной восьмерки для Chevrolet, считал, что массу автомобиля необходимо уменьшать, поскольку от нее, как известно, напрямую зависит себестоимость и расход топлива. Лишние килограммы – это карданный вал, рама. Винале General Motors, что для сокращения массы автомобиля в 60-х годах видели единственный путь – заднее расположение двигателя. Опыт применения переднего привода в Штатах был плачевным, хотя буквально к снятию заднемоторного Carwear подоспели переднеприводный автомобиль Buick и Cadillac. Carwear продержался в производстве 10 лет. Выпускался универсал заднемоторный вен на его базе. Была и спортивная версия Carwear – Monza. Это, кстати, вообще особая статья. Машину, которую главный дизайнер General Motors Билл Митчелл сделал для своей дочери, выставили на Чикагском автосалоне в феврале 1960 года. Машина понравилась. И Дэвид Дэвис, директор рекламного агентства, имевшего контракт с General Motors на рекламу ее продукции, настоял на серийном производстве Carwear Monza. Дэвис организовал рекламный пробег на нескольких Monza вокруг Великих Каньонов. Причем машины, как ни странно, безболезненно проделывали все те трюки, которые, по мнению Найдера, грозили смертельной опасностью пассажирам. В общем, причину краха Carwear следует искать не в самом автомобиле, а в порочности верхушки корпорации. Победителем в истории с Carwear вышел один человек, а урок извлекли все. В сентябре 1966 года вышел Национальный закон о дорожном движении и автомобильном транспорте. Он обязывал автомобильные фирмы соблюдать жесткие требования по безопасности продукции. General Motors, в частности, перешла на переднеприводные модели, раньше конкурентов из Большой Тройки. Однако и конкуренты сделали выводы. Инженеры Ford тоже испытывали Carwear и тоже зафиксировали его склонность к избыточной поворачиваемости. Но это не помешало им выбрать Carwear Monza прообразом своего знаменитого Мустанга. Впрочем, Ford Mustang имел уже классическую компоновку – двигатель спереди, ведущий колеса задний. И это уже другая история. Смотрите продолжение в следующей серии. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...